Благословение Господне, да будет на рабе Божьей Серафиме, чтобы он сказал правду о нашем монастыре. Своими словами осудишься, своими словами не оправдаешься. Это бывший схейгумен Сергий Романов, самый скандальный старец современности, запрещенный в священнослужении за нарушение целого ряда церковных канонов. Благословляет он меня, корреспондента Спаса Серафима Сашлеева, на то, чтобы обо всем, что происходит в Среднеуральском женском монастыре, я говорил исключительно правду. Хорошо, отец Сергий, только правду. Екатеринбург, царские дни. Подготовка к главному событию года. Многокилометровому крестному ходу от храма на крови, место расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи, до Ганиной ямы, место уничтожения их святых останков. Ежегодно к массовому крестному ходу через несколько часов шествия присоединялся небольшой, но сплоченный состав верующих из Среднеуральского монастыря. В этом году все иначе. Духовный наставник этой женской обители, схейгумен Сергий Романов, весной записал видеопроповедь с беспощадной критикой церковного и светского руководства. Причина выпада Сергия – временное закрытие храмов для прихожан в период всплеска коронавирусной инфекции. Предлагаю страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой выселить их по выбору в республику Бирибиджан, либо на Осар-Мартиника, кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род. Это резко не совпадающее с образом схимника видео стало поводом для запрета монаху публично проповедовать. Сергий проявил непослушание, через некоторое время записал очередное обличительное видео. За этим последовало несколько заседаний церковного суда, на одном из которых его запретили в служении. Романов явился только на первые заседания, зачитал речь и ушел. Остальные проигнорировал. Теперь Среднеуральский монастырь – место пребывания клятва преступника, священника, нарушившего присягу. Многие верующие задались вопросом, что это – заблуждение, зарождение секты, раскол? Я его знаю больше, чем 20 лет, и мы очень дружны были всегда, и всегда делали одно общее дело церковное. Он свое дело делал, на своем месте, мы на своем месте. Было много хорошего. Но есть особенности характера, есть особенности духовного пути. Я всегда отдавал должное, и невозможно это не замечать, какие таланты есть у этого человека, организаторские. Сегодня это очень тяжелая катастрофа происходит с нашим собратом, которую, по крайней мере, минимизировать ее последствия он еще может. Отец Сергий в прошлом являлся послушником нашего монастыря, правда, непродолжительное время. Около полтора года он самовольно с монастыря ушел. Это был характер, импульсивность человека, который, ну, я пытался, но, может быть, даже недостаточно, и это был довольно короткий срок. То есть постоянно все-таки надо было человека останавливать. И я думаю, может быть, эта ситуация не сложилась бы. На литургии в Алапаевске, когда-то месте послушания Романова, мы заметили группу монахинь. Казалось, это те самые сестры, которые одна за одной покидают Среднеуральский монастырь вслед за Игуменией Варварой Крыгиной. Матушка Варвара оставила монастырь после конфликта с Сергием и теперь помогает вывозить других. Нас благословили на беседу с Игуменией, но как она сама, так и сбежавшие сестры предупредили, что духовная обстановка в монастыре крайне напряженная. Любое их выступление на телевидении внутри обители могут лживо преподнести как готовящийся захват. Монах, схимник, я даже скажу больше, христианин обличает зло этого мира своей жизнью во Христе, своим присутствием. Как это мы читаем, например, в житии преподобного Антония Великого, который даже своим внешним видом будил в людях любовь к Христову и покаяние. Да, тот же самый Антоний Великий участвовал в спорах с арианами, но там была явная ересь. Там были действительно богословские споры об Иисусе Христе, не о прививках, не о государственном строе. Они спорили об Иисусе Христе. А тут выдумали какое-то пугало экуминизма или каких других ещё вещей, которые требуют ещё рассмотрения доказательства. Понимаете, для людей, которые читают Евангелие, вся эта история совершенно очевидна. Там всё просто и понятно. Но на людском невежестве паразитируют подобного рода сектантские движения или полураскольнические. То есть нужно что-то делать с нашим непробудным невежеством. Это проявление гордости человека элементарной, какой-то зашкаливающей совершенно такого самомнения о своём собственном величии и о своей ответственности. Но это пройдёт закономерно, что перед царскими днями или сразу после них обязательно что-нибудь происходит. То нас храмы поджигают, то в прошлом году протестовали против храма, потом у нас там покемоны бегали до этого и так далее. То есть мы живём постоянно, у нас царские дни всегда бывают с большими, как правило, с очень большими искушениями. История Сергия Романова показательна тем, что в своё время его рукоположение совершилось с тяжким нарушением канонов. Будучи мирским человеком, гражданин Романов участвовал в убийстве людей. Служить у престола, имея такой грех за плечами, строго запрещено. Спустя два десятилетия грубое нарушение церковных правил аукнулось всей православной России. Ну для меня он сейчас схи-блогер Сергий, причём такой успешный блогер, у него подписчики растут и растут. Зная его с того времени, как он освободился с 13-й зоны, отсидев 13 лет, приехал в нашу епархию. Был у него на постриге в Ганиной яме, когда Владыка Викентий его постригал монахи. Ну и вообще-то слежу за его такой жизнью. Вы знаете, он способный опер, очень способный опер. У него профессия такая была. И с людьми он может разговаривать, может составить психологический портрет, который потом будет использовать. Чем он сейчас этим и пользуется. А он сам, как истинный православный, должен был сказать, я не имею права быть священником, потому что у меня то-то и то-то. Это долг каждого православного. Согласно словам самого Сергия, на громкие обличения еретиков и экуменистов, его, цитата, «благословили 58 афонских старцев». Меня благословили святогорцы, святогорцы святой горы, греческие старцы выступать публично. А поводом для агрессивных заявлений стали санитарные меры, которые священноначалие обязало выполнять во всех православных храмах. При всем уважении к егумену Сергию за его труды по окормлению людей, даже если бы мы, то звучит честно сказать, неправдоподобно, даже если бы мы насчитали такое число старцев, во внутрицерковных спорах с канонической точки зрения это не может быть. В данном случае спор вышел в конфликт между правящим Атхереем и подчиненным ему священнослужителем, и это должно решаться в рамках поместной церкви. И те меры, которые были предписаны нашей патриархии в условиях сложившейся пандемии, и попытки считать эти меры кощунственными, все-таки здесь не хватает во многом даже просто исторического образования, и богословского, и канонического. Наша съемочная группа добралась до Среднеуральска, чтобы своими глазами увидеть монастырь в честь иконы Богородицы, испарительницы хлебов. Журналистам попасть туда крайне сложно, выставлены блокпосты, разрешение на съемки еще надо получить. Однако, к нашему удивлению, пресс-секретарь схемонаха Сергия Всеволод Могучев после нескольких часов раздумий одобрил съемки под его присмотром. Здесь же мы отстаиваем, в первую очередь, Бога и православия, а во вторую очередь уже и даже сам монастырь, и отца Сергия. Но здесь очень много есть того, за что стоит стоять. Здесь настоящая Россия. А если не секрет, отец Сергий сам тексты пишет, с которыми он выступает? Он не только их сам пишет, он пишет зачастую, вот одна из последних проповедей писалась в присутствии 15, по-моему, где-то паломников. Размеренные прогулки паломников, бегающие дети, улыбающиеся друг к другу монастырские насельники – на первый взгляд классическая православная обитель, живущая тихой молитвенной жизнью. Но не стоит обманываться. Уже не первый месяц здесь пахнет расколом, самой тлитворной из церковных болезней. А вы знаете те решения, которые были, запрет в служении? Да, конечно, знаем. Я отрицательно к ним отношусь. Ну, насчет митрополита Кирилла я не могу ничего сказать. Это иерархия, которой обязаны, конечно, подчиняться. Вот. Я согласен, да, конечно, подчиняться обязаны. Но если это не противоречит Божьим заповедям, мы же как бы все под Богом ходим. Что вы, что мы, что мусульмане. Осуждают отца Сергия. У него здесь хоспис. Хоспис, где людей. Он выхаживает, по крайней мере, провожает на тот свет. Отца Сергия же не за это осуждают. За то, что он проклинает власти, например. Да это наш духовник, да Бог с вами. Это святынька наша. Ну вот решили за те обличения, которые он делал, за проклятие его запретить в священное служение. Это чепуха, глупость, вы понимаете. Пришли однажды и сказали после суда, объявили нам открыто текстом нам православным, мы вас не пустим в храм, потому что вы с батюшкой. Да попробуй меня не пусти. Люди, которые его сейчас поддерживают, они на самом деле его губят. Они просто его губят. Этот человек пожилой, который заблудился, который, я уверен, является очень хорошим человеком. Я видел его выступление неоднократно, и я вижу, что он искренне заблуждается, и, скорее всего, он находится в большой зависимости от своего окружения. Мне такое сложилось впечатление. Я бы обратился к окружению. Перестаньте издеваться над старцем. Верните его в нормальное для схимника состояние, чтобы он жил спокойно в монастыре, молился в церкви, жил в тишине. И перестаньте его вытягивать в политику. Находясь на территории обители, мы не надеялись лично пообщаться с виновником церковных нестроений на Урале. Но Бог устроил иначе. Внезапно нас вызвали в таинственную келью. Сначала без камеры, а после недолгих уговоров и с объективом в руках. Боих сведения Господня, да будет на рабе Божией Серафиме. То, что вы видите на экране, единственно сохранившийся фрагмент интервью со схимонахом Сергием Романовым. Десять минут съемок горячего, нервного спора с местночтивым старцем закончились агрессивным требованием немедленно стереть эту беседу с флешки камеры. Так бесславно завершилась попытка дать высказаться мятежному монаху. Гневные видеообличения, комментарии к политическим протестам, требования к президенту сложить свои полномочия. Так выглядят будни Сергия Романова сегодня. 24 июля сего года святейший патриарх Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об извержении Исана схигумена Сергия Романова. Это значит, что священником схимонах Сергий больше никогда не будет. Но он все еще может остаться членом Церкви Христовой, вне которой, как известно, спасения нет. Серафим Сашлиев, Дмитрий Борисов, Сергей Каменский, телеканал «Спас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова